Боже, помилуй меня грешным. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о смысле человеческой жизни. Не хотите ли послушать? Хочу, хочу, очень хочу. Господь сотворил весь мир, Творец неба и земли. Сотворил так же человека. Человек сотворил грех перед Богом, когда Господь поселил их в раю. То есть они взяли плод с дерева, познание добра и зла. Через это все человечество стало греховно. То есть стали они смертные. Вот для того, чтобы человечество спасти от этого, Господь послал в мир Своего ненародного Сына, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Господь нам здесь при жизни представляет выбор. То есть у нас мы наделены по образу и подобию сотворены мы, люди, как Господь сам по себе. И Он перед нами ставит выбор. Или ты выбираешь, веруя во Христа, жизнь вечную и прощение грехов, или вечное мучение с дьяволом и ангелами после этой земной жизни. Но здесь ты должен покаяться. То есть осознание должно у тебя грехов прийти и покаяться перед Богом, что ты грешен. Вот у нас, мы с вами православные, у нас есть на Ютубе канал, он называется «Открытым оком во свете Библии». У нас там 13800 роликов приблизительно. Ничего себе. Да, вы там много найдете полезного для себя, для спасения души, ну и вообще. А если я неверующий? Ну что неверующий? В Библии знаете, как про неверующих сказано? А кто Библию написал? «Святые Божьи человеки движимы Духом Святым». То есть Господь им полагал, и они писали. В Библии так написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот мы видим все творение Божие, вот полностью, леса, моря, океаны, там уже что говорить про эти галактики, которых мы человеческим глазом не разглядим. А можно вопрос? А мы же все дети Божьи, правильно? По созданию, да. По созданию, да. И он все видит, что происходит в мире и так далее и тому подобное. Тогда почему есть несправедливость в мире? Ее постоянно очень много, особенно в наше время. Я вам повторюсь, человек сотворен по образу Божьему, то есть значит он сотворен свободным. Ты можешь... Получается, Бог сам имеет эти вот такие схожие наши общие черты. То есть злость, то есть нечестность. Бог этого не имеет, Бог не имеет этого. А кто это сделал? Бог свят. Демон? Бог свят, да. Это пошло вот этот именно грех от сатаны. Сатана, да. Человечество пало через это, именно через сатану. Он обрастил, сказал, будете как боги, если вкусите плода от добра и зла. А кто создал Бога? Бога никто не создавал. Он вечный, нескончаемый. А сатану как он создал? Господь. Он сатану не создавал. Он создавал Херувима осеняющего. А он возгордился и пал через это, и стал сатаной, да. Сатана это противник. Интересная сказка. Не сказка, а то, что есть истина в полноте. Почему это истина? Потому что, когда вы будете умирать, вы умрете, и ваша душа пойдет в преисподние места, к дьяволу и ангелу его. Вот тогда вы все поймете, но будет уже поздно. Покаяние только здесь при жизни можно сделать. Это очень схожа с историей древнего Египта, с фараонами. Но история-то уже была. Это новый этап истории просто. Пора уже это понять. Мне кажется, что может хватить уже всего этого. История как бы развивается по спирали. И если бы вы знали историю, а не Библию, то вы бы это знали спокойно. Вам же интересно Библию изучать. Библия как раз есть историческая книга. Вы ее сами-то не читали. Это сказка. Вы ее почитаете. Кто ее написал? Я ее читал. Ее написали какие-то люди, которые сказали, что ему все сказал, что это Господь Бог. Я, конечно, не скажу, что это возможно. Но в это верить надо быть крайним не очень умным человеком, в первую очередь. Если человек ищет истину, он ее найдет. А если человек не ищет, а почему? Потому что Господь говорит, ибо дела их злые. То есть они любят жить во зле, хотят жить во зле. И потому им, когда свет обличательный, именно евангельский свет проникает в их душу, они сразу закрываются от него. Мне это не надо. А в Библии так написано, кого закрыто благовествование, закрыто для погибающих. То человек сам себя закрывает от Бога, от истины, от света. Он не хочет к свету идти. Ему здесь хорошо, греховно жить на земле. Ну, вы должны понимать, что все это было сделано лишь с одной целью. Чтобы сдерживать локальные войны, в первую очередь, и локальные беспорядки в мире. В то время. Чтобы церковь, она двигала менее богатыми людьми. И чтобы они, раз таки, не убивали богатых людей. Потому что Библия сейчас этому противоречит, что убийство — это зло. Если Библии бы не было, то были бы убийства массовые. Бедные люди бы тогда, в то время, что крепостные, они просто бы начали делать массовые убийства своих хозяинов, всех богатых людей, бояр, двориднин. И это было бы на самом деле. Но люди придумали церковь. Сейчас она актуальна до сих пор. Потому что мало кто хочет быть более-менее умным и образованным. Лично мое мнение. Я не говорю, что это правда, что это истина. Но просто в чем фишка, что все верующие люди, они на этом настаивают, что это истина. Я же говорю просто, что я, возможно, не прав. А кто верует, говорит, что это истина. Хотя сами об этом не знают, но просто догадываются. Но говорят, что это истина. Это секта некая. Это некая секта, которая очень такая мировая и имеет свои корни во всем мире. К сожалению. Для вас, к сожалению. А для нас это истина. Вот. Истина. Видите, для вас это истина. Мы в этом даже не уверены. Почему не уверены? Просто слепо верите. Вы просто слепо верите. Я же верующий. Что такое слово вообще вера означает? Осуществление ожидаемо и уверенность невидима. Это Библия об этом говорит. Но любая уверенность, это все-таки плохо. А вера – это дар Божий. Он дает. Но Сталин тоже был уверен. Господь говорит, ищите и найдете. Стучите, отворят вам. Просите, дано будет. Я это искал, Господь мне открыл. Если вы этого не ищете, вам Господь никогда не откроет. Почему я же верю? Вас Сатана таки будет держать вот в этих заумствах у них человеческих. А царь Давид говорит, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Закон Божий. Который Господь Бог нам дал. Творец небо земли. Это выгодно власти в первую очередь. Потому что люди были не образованы. И поэтому он верит только в закон Божий. Это выгодно власти. Понимаете, что это все рычаги для общества. Пора уже это просто понять, сколько можно. Разрешите, я вам скажу. Есть такое свидетельство. Один из эпизодов лауреата Нобелевской премьеры, физиолога Павлова Ивана Петровича. Он ни от кого не скрывался, что он верующий. И он сидит, Евангелие считает. А в это время посел матрос. Ну что матрос? Какая там грамота? Ну, через плечо посмотрел и видит, что книга-то божественная. Ты, батя, что читаешь-то? Да, Евангелие, сынок, считай. А тому уж 80 лет. Эх ты, темнота. Темнота. Вот в его глазах точно так. А вот философ был Монтень, француз. И он говорит, отрицать Бога под звездным небом или у гроба близкого может только идиот или совершенный преступник. Вот бывает минута тягостного раздумья, как Лермонтов говорил, минуту трудную, а одну молитву чудную твержуя наизусть. С души, как бремя, скатятся, сомнения далеко. И верятся, и плащатся, и так легко-легко. А то богатые, бедные, богатые. Христос набрал рыбаков. Пошли-ка до них. И в первые века было казнено христиан 475 тысяч. И какое богатство было? Как раз они богатых-то терзали, а не наоборот. Не защищали. А говорили, раздайте имение, следуйте за Господом. У вас не просто знание, а ничего этого нет. А вы так приглядитесь маленько-то. Два миллиарда христиан верят в загробную жизнь. Худ, там, ну, едва-едва, но верят. Мусульмане два миллиарда, миллиарда. Они верят, будет возмездие за злые дела. Вот Иоанн Златоустов обращается. Это самый плодовитый был проповедник. В 407 году умерший в ссылку, когда тащили его. Самый знаменитый проповедник. И вот 12 томов. Я их насчитал на нашем сайте. Вот здесь вот. А они есть. И он говорит. Бог справедливый. Ну, любой скажет. Да несправедливо, они богатые тут ограбили страну. Щубайсы разные тут. Какая справедливость-то? Всю страну перегнали в Израиль, в США. Правильно, я это знаю. Ну, да как нет справедливости? Значит, вы согласны, что нет справедливости? Конечно, запомним, Бог справедлив, а справедливости нет. И это незаконно. Справедливость должна восторжествовать. Отсюда вывод, что она не здесь, на этой земле, будет там. Грешник пойдет в огонь, в ад гореть. А праведники будут со Христом. Справедливость должна восторжествовать. И вот эта несправедливость – лучшее доказательство, что будет суд Божий. Вы научитесь логически мыслить. Вот евреи говорят. А Христос – это обыкновенный человек был. Иоанн Затус говорит. Давайте, у вас Ветхий-то завет признаете? Да. А Бог наказывает ли израильский, богоизбранный народ? Конечно, наказывает. За что? За богоотступничество, когда поклонялись идолам. Бог наказывал, они шли в плен. Иногда в Вавилонске 70 лет вернулись. Он говорит. А что вы могли сделать в первом веке, когда Иерусалим был окружен войсками Веспасиана, а закончил осаду Тит, его сын, и Иерусалим был превращен в развалины, плуг прошел и солью посыпали. Весь пошел плен. Что вы могли изверей сделать там такое, что проходит 400 лет, и вы не можете собраться? А мы, скажем, 2000 лет. 2000 лет. И сейчас только Израиль с 1948 года поднялся. С 1948. Ну, как государство в ООН приняли. Почему? Что вы сделали? Идолам кланялись, они говорят, нет. Ну, что конкретно? За что, Бог? Ну, что мы смотрим последствия? Если это так, значит, вы распяли сына Божия и кричали, кровь его на нас, на детях наших, вот на вас Гитлер, на вас Сталин, вот теперь все это пришло, у Бога все вымерено. Но Гитлер и Сталин погибли за то, что тронули Богоизбранный народ, ибо проклинающего будет проклят. Более мудрого человека, чем Адольф Гитлер, не было за 26 лет. Из развалин поднял страну, а коммунисты пришли, самую богатейшую державу мира сделали развалинами. Но Гитлер, если есть Бог, а он есть, это сатана в человеческом облике. Что он сделал? Вот нужно научиться мыслить логически, с того момента начинать. Вот мы в армии, идут у нас люди, мы православные, но по альтернативной основе. Оружие не брать. Мы мирные люди. А что тогда? А враг нападет, а не нападет. Мы молимся. Да Гитлер напал, а он бы не родился и не защищался в эту ночь. А лоис не защищал бы. И все. Надо сподлять вперед. А когда так, Бог заранее приготовляет. Это молодежь, которая была здесь, что участвовали в революции? Да. Теперь было раскулачивание. 30-е годы участвовали? Да, комсомольцы голосовали. Теперь 37-й год на них как чума пришел. Они пошли в пытки. Был такой самый главный палащ Ежов Николай Иванович. Коротышка там, метр 58 что ли его. И Сталин его держал. Сотни тысяч на его совести. Совершенный безбожник, зверюга, у кого жил. Его звали Воробушек они. И он их отдал, казнили. Но! Наконец-то до него дошло. Его арестовали, он сидит. И вот с ним беседует, пришел там один человек, он дает воспоминания и говорит. Вот что вы сейчас думаете? Он говорит, что я думаю? Бог есть. Как? Бог есть? Да. Я Сталина угождал во всем, кого хотел, арестовал, уничтожал. А теперь я сижу, возмездие наступило. Итак, Бог есть. Он долго терпит, да крепко бьет. Вот ответ. Нужно научиться логически мыслить пространственно. А кто Бога сотворил? А может ли камень сделать, который не изменит? То есть, ребенок слышал эту мерзость. Бог все может. Может, да не все. Такой не всемогущий. Всемогущий, но не все. Как? Он не может отречься от самого себя. Бог сказал, обязательно выполнит. Бог не может солгать. Вещи, это не входит в его сущность. Бог не может этого сделать. И Бог, если поклялся, обязательно это сделает. Так и евреи, они его распяли. Написано, к остаток, перед конченом мира, обратиться. А кто знает, что было? Откуда дьявол? 12 глава Апокалипсиса. На небе поднята была война. Он звался Люсипер, сын света. А сделался сатаной. Сатанс с еврейского означает противник. И одна треть ангела, поскольку это может быть миллиард. Они поддержали его. И архангел Михаил воевали с ними, сбросили его оттуда. Я сидел в тюрьмах за слово Божие. И меня вызывали начальствующие и говорили, а что сказано про Михаила Горбачева, Мечина? Я говорю, ничего не сказано. Ну, там же написано Михаил. Они слышали. Это архангел, это не человек. Архангел. Архангел – это архистратик, начальник воинства. Меня неоднократно вызывал начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович. Я пояснял. И он умер по-христиански. Следователь, который меня допрашивал, который посадил меня, он обратился, принял крещение троекратным погружением. Это непростое дело. Я вот пришел в 23 года. Говорят, человек к Богу пошел. Ну, наверное, что-то у вас не ладилось, а бы заболели. Нет. Я служил в морфлоте. В это время я возвращаюсь и снова поступаю на Балтики. В высшее мореходное училище поступил. Добиваюсь у комиссии сдать три курса за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. То есть передо мной широко открытая дверь, а в душе у меня смятение. Я спортивный, там везде впереди. Нет ничего, нет мира. И вдруг Евангелие мне руки дали. Я вот встал на колени, а теперь 20-10 минут там болелись мы. Я гляжу, тот, который встал, это абсолютно разные люди. И как только мы на корабль подвезли, он на рейде стоял, специальный катерок подвозит, я первому матросу сказал, живем неправильно. Бог есть. Сын Божий умер за нас, а мы его не приняли. И сразу, у меня прекрасная характеристика, а тут сразу сошел с ума и прочее. Весь караван кораблей узнал. Это ничего не значит. И у меня началась полоса испытаний. И Бог вывел меня живым. Мне 80 лет, в июне будет. Я еще ни одной таблетки не съел, а у меня все руки, все вывершено. Что пытались, что делали со мной. 26 лет гнали, давили и гнобили. Никого нету гонителей, ни одного нету. И главное гонение было со стороны священства. Почему? Они вот видите, на каких мерседех нас ездят. Видишь, как они все в церкви, даже за святую воду деньги умудряются брать. А вот у нас община образована, мы православные, деревню с нуля строим. Мой брат священник. У нас деньги нигде не участвуют. Не свящая свечи, покупает воск, сами бабушки льют и ставят сколько надо. Ни крещения, нигде ни за что. А как? Святая Десятина. Она все покрывает. И поэтому, что остается? Все на нуждающихся. Узнаем. Там в Донбасс целый караван могут снарядить продуктов, наши везут. Там в Белоруссии храм сгорел, там помогают. Это нормальная жизнь, ничего там нет. К Богу подходить надо со смирением. А кто ты такой? Бог, Он никому не доказывает. Он образовал весь мир. А кто его видел? Его нельзя видеть. Он невидимый. Миллиарды световых лет, и нет конца, и Бог всюду наполняется. В аду, Бог, сойду или в ад, и там ты. И там ты. То есть нет места, где нет Бога. Мы его чувствуем. А как? По творению узнаем. Вот я смотрю, а кто такую умную идею подал? Такую рыбку, вот такая рыба есть. У ней голова одна, а тело маленькое, она так раскрывает. А здесь у ней висит удочка и свящийся фонарик. На нее плывут, а народ закрыл, а все. Это нельзя даже как? Путем отбора это нельзя сделать. А акула какая? А финвайл, самый большой, синий кит. И какая-то маленькая козявка. И все разное, а то из-за миобы. Мозги амебные. А как вы узнаете? По творениям. Я Пушкина никогда не видел. Но считая его творения, представляю, какой он был бабник, какой хулиган. 26 раз ходил на дуэль. Я узнаю из книги, из первого века. Иосиф Плавев пишет осаду, как было Ри, это, Иерусалима и прочее. И мы видим, как к Помпее приближался корабль, и как не успели отплыть. Те времена отписали. Не надо видеть. Я вот смотрю, что у меня есть. Вот этот телефончик маленький. Я не знаю, кто делал, но я знаю, сам по себе он не мог, чтобы вот ветер надул, какие-то продукты, тут этого не может быть. А у человека компьютер в миллионы раз сложнее. Само по себе. От природы. У природы нет совести. У нее нет разума. Как природа могла мне это дать? Как? Когда бывает, человек от чего зачинается, там даже не видно. Капли, которые капают в семени, это там тысячи этих сперматозоидов. А там уже заложен характер дедушки, музыкальные наклонности бабушки, математические способности отца по наследству. Как это может там быть? ДНК. Да ты сначала переведи, что такое ДНК. А то клонирует. Все, обман. Ничего этого нет. Зачем это нужно? Когда мы смотрим собачье сердце, Филипп Филипич говорит, да бабы нарожают сколько надо и когда надо. Зачем это нам переделывать? Ермопродита празднует, да геи. Бог сожжет мир за садомитство. Гей-парады. Ты подними свой голос и скажи извращение природы. Это не бык, не корова. Никто этого не делает. Корова на корове не женится. Для этого бык. У курицы петух есть. У голубя сам косомец. И человек женится. Мужик на мужике и официально венчают. Мы пришли к концу. Это что? Гитлер их уничтожал. Сталин сажал. А сегодня свобода разврату. И винарные юстиции. В одной Франции уже 2,5 миллиона детей отняли. И за что? Пришли, она обнимает ребенка. Удушающая любовь. Вы понимаете, вы должны везде определиться. Я не могу участвовать во Франции, но здесь я могу. Я могу поднять голос. Говорят, а ничего не сделаешь. Я отвечаю, ничего и не делали. Вот привыкли так как-то. Я отсидел, когда реабилитирован, вернулся в политзаключенный. Ну и сотрудничество с тюрьмой. Бесплатно. Меня не знают зэки, что я каторжник. Я знаю, о чем он думает. 3700 преступников меня слушают. Потом выходят из тюрьмы, находят, благодарят. Подарки там несут. Я ни за что не беру. А почему? Потребность души. И вот мы стоим, куда каждый день идут работников, набирают автобус в тюрьму. Это город Барнаул. 3700 преступников. А тут асфальт провалился, и вот так машина, они сворачивают, и где люди стоят прям. Я говорю, машина-то его не видит. Асфальт прогнулся, а потом его подбрасывает машина. А почему же никто не скажет? Да никому не надо. Неправда. Я пришел, сразу позвонил в ГАИ, да через следующую неделю прихожу, уже все залито. Просто, простенькое дело. Идем по тротуару здесь, и веточки склоняются. Мы ночью взяли с братом лестницу, и прошли, всю улицу прошли, срезали, ветки сбросили, утром их увезли. Свободно, да, свободно. Но это маленькое дело. Но это маленькое, это мозаика. Почему мы безразличны ко всему? Ребенок, я гляжу, он спрашивает, а тот карандаш сколько? Она склонилась, он раз в карман, я его сразу за руку. И тут же нашлись, бабка стоит. Ну что вы трогаете, карандаш стоит? Заплати бабка. Тогда вы воров плодите. Это ни в Китае, ни в Германии не сделают. У нас народ не так воспитан. Вот коррупционер. А в Китае их поставили на место, сразу расстреляли. Я не за это. Но 2 миллиарда, они умеют дисциплину держать. У нас из Барнула два велосипедиста, поехали, вернулись, что самое главное? Безопасность. Велосипед можем поставить до утра. Будет стоять на улице. А у нас только зашел в избе, я выхожу, и нет велосипеда. Как Расул Гамзатов говорил, вор на воре, гора на горе. Все-таки ломался мая. А можно ваш сайт еще раз, пожалуйста? Какой там? Просто не видно. Вот вверху открытым оком во свете Библии. А потом внизу еще сайт и форум. Если напишите, это одинаковый ключ, открытым оком. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком. Да, вот видите? Открытым оком во свете. Во свете Библии. Библии. Так. Вот, если вы это запишите, а впереди поставите, это Ютуб. Но если вы напишите сайт, выйдите на сайт. Там государственные фильмы, она снятая. На международных киноконкурсах первые места заняли. Ко Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Мир вам. Мы, православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать? Господь Бог, создавший небо и землю и всю вселенную, послал в мир Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. То есть мир сошел в Спаситель две тысячи лет назад. Что мы и празднуем, Пасха Христова, Рождество Христово. Вот для чего он пришел? Для того, чтобы человечество искупить от греха. То есть его распяли на кресте, и этой жертвой на кресте он взял все грехи человечества, взял на себя. И человек, верующий в его принесенную жертву, имеет прощение грехов и жизнь вечную. Если человек не примет эту жертву, не примет, не уверует во Христа, его ждет вечное мучение вместе с сатаной и ангелами падшими. То есть нам Господь здесь на земле дает выбор. И человек его должен сделать. То есть куда наклониться, или на добро, или на зло. Мы сами православные, у нас на Ютубе есть канал, он называется «Открытым оком во свете Библии». Вот можете даже хоть сейчас зайти, хоть это, потом, когда у вас желание будет. «Открытым оком во свете Библии». Под этим же названием у нас есть сайт и форум. Там много полезного найдете из себя. У нас на канале 13800 видеороликов, наших только лично. Почему? Потому что у нас еще православная деревня строится. Мы сами с города Барнаула, Алтайский край. Православная деревня строится, и она строится на пяти столбах. То есть человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. И тогда может у нас деревня поселиться. Именно православная. У вас есть какие-либо вопросы? Если есть, то задавайте. Нету, да? Ну все, с Богом. Спаси Христос вас. Да? Да. Расскажите, куда я попал. Давай. Рассказывай, брат. Рассказывайте сами. Мы православные христиане. Мы спустим... Отдохнуть, Боже. Мы пришли вот на этот канал. Его можно назвать помойкой от ада даже. Одно блудство. Как люди себя ведут. И мы решили им рассказать о Боге, о смысле жизни, для чего человек живет. Что на землю сходил Сын Божий и умер за грехи людей. И через веру в Него, через принятие Его в свое сердце, Он прощает грехи, благословляет, и больше, чтобы никогда ты к этому не возвращался. И наступит твоя новая жизнь. А неверующий, он под гневом Божьим, он в аду будет гореть после смерти. Да и в этой жизни у него ничего не ладится. А для чего смирять себя? Для чего стремиться на помощь где-то? Из-под палки? А у верующих это внутреннее побуждение. Он ищет, даже на стороне услышит где-то там, погорелься или что-то случилось, он спешит на помощь. Но главное это жить самому во Христе, жить для Бога. Вот все знают, у нас в стране, Российской Федерации, полностью исчезли 21 тысяча поселков и сел, больших сел. Города зарастают травою. Мы взяли участок земли, бывшая наша деревня, пустырь. Получили статус и с нуля строим деревню, где, чтобы человек поселился, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда будем вести первый разговор. Не то, что это дает право поселиться. А потом уже совет будет решать, есть ли у него средства построиться, женаты или не женаты. Приоритет отдается молодым с детьми. Но раз, если у них есть деды, они могут взять. Потому что с нуля построиться, завести хозяйство, живность, ну это сегодня просто невозможно. У нас первый год поступило 2,5 тысячи заявок. Аргументы и факты напечатали. Мы разрешили только троим, а остался один. На 2,5 тысячи один. Да и тот еще так. А где-то у нас находится? Алтайский край. Алтайский край, Барнаул. Понятно. Вот. Мы сейчас вам покажем наши ресурсы, которые есть. И вы можете туда зайти. У нас большой YouTube. Называется «Во свете Библии открытым оком». Вам видно? Да. Вот себе запишите. Если вы напишите «Открытым оком во свете Библии», а потом сайт, зайдете на сайт. Если вы напишите «Форум», «Форум». Меня зовут Игнатий Лапкин. Если вам потребуется больше знать, вы можете по скайпу зайти, и я один с этим именем и фамилием. Один. На весь интернет. Это не то, что там Владимир Николаевич. Это Господь так сделал, чтобы легко можно было найти. Я могу вам много рассказать. Вот я начальник детского лагеря. Образовал детский лагерь православный. 45 лет. Без помощи государства. Ни рубля. В основном, поселка ни рубля не дали. Мы дороги сами строим, столбы ставим, пруды. Все сами. За счет живности. Коров продают, молоко продают. С нуля. На 21 тысячу одно поселение в России. А сегодня, говорит, 10 тысяч сел еще дышат на Ладан. По одному, по два человека в них. Потому что все уходят. Говорят, Китай... А вы еще не знаете, где кто? Да вот ропщик, что Китай все захватил. Да рожать-то не хотят. За перестройку в России 120 миллионов младенцев убили в очреве. Аборты. 120 миллионов. Это государство большое. Что говорят? Дмитрий Иванович Менделеев, это комсомольская правда, на развороте показала, что если большевики не победили, нас бы было сегодня 650 миллионов. А у нас 100 миллионов не могут набрать. Если убрать там Башкирии, Казань, да еще и нету. Почему? Сами себя обезгладили. Русский народ на исчезновение идет. Самый быстро исчезающий. По количеству выпитов впереди нас только Белоруссия идет. По медицинскому обслуживанию стоим где-то на 72-м месте. А где богатство? В Израиль, в Америку перегнали. Все. Почему? Вопросы можешь оставить, но надо начинать работать. Вот мы работаем, и у нас все есть. Мы никогда не ругаем правителя. Я родился в семье, отец пришел с фронта, левой руки у него почти выше локтя не было. И нас в семье было 10 детей. 5 мальчишек, 5 девчонок. И мы ни разу не слышали, чтобы отец ругал власти. Никогда. Нас с 5 лет уже брали на работу. Отец пасет, ну, завернуть, а то в наших силах, на огороде прополоть. А сейчас болтается, и ребенка нельзя заставлять работать. Ну, да. В то время-то время Сталина было, да? Да, ну, вот мне в этом году, в июне, будет 80 лет. Ну, по-моему, не скажешь. Так не скажешь. Так я прошел 5 тюрем. Меня сколько давила советская власть? 26 лет меня гнобили. На мне все, говорится, чужое. А мы живы, здоровы и благодарим Бога. Я еще ни одной таблетки не съел за всю жизнь. Ну, хорошо, хорошо. Мы людей призываем к Богу, ко Христу, поверьте. Он тебе даст другую жизнь. Только поверь, что Он за тебя умер, воскрес и ждет тебя. Господь возлюбил весь мир. Но есть люди, которые говорят, а я не верующий, я атеист. А атеистам название дано в Библии. Сказал безумец. В сердце своем нет Бога. А дальше причина, почему они развратились. Вот как на этой рулетке. совершили гнусное дело. Мужики раздетые, показывают половые органы, девчонки. Это дрочуны называются? Как? Дрочуны называются. Дрочуны называются. Да, кто они сидят? Ну, главное, что больше половины – это мусульмане. Процентов 80. Зачем? А в них многоженство развито. Жену берегут они, а с другими развратились. И они уже раздетые сидят, ждут. Ну, так это же мусульмане. Ну, так и есть. Мы были в шести мусульманских республиках и Турцию прошли. Мне Бог позволил издать 38 книг, томов. Я решил подарить в каждую библиотеку. И мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. 650 городов я везде подарил полный комплект книг. Для славы Божией. А я до этого отдал, чтобы написать 50 лет труда. И мне интересно жить, понимаете. Я призываю к тому, что если я не... У меня нет образования гуманитарного. Я технарь. И однако Бог так открывается, чтобы мы верили, кланялись Ему. Благодарили Его за все. Наше главное оружие, говорят. А евреи все захватили и пищать. Надо бороться? Я говорю, надо. А какое оружие? Любовь. Мы должны помогать им. А как мусульмане везде бороться надо? Как? Любовь. Больше никак. Нам другого оружия Бог не дал. Я вот когда сотрудничал с тюрьмой, вернулся бесплатно. А в тюрьме 3700 человек. Вот я иду по кормушкам, даю там бумагу, там что могу. Каждую неделю ходили. И первым делом я помогаю всегда мусульманам и другим, которые здесь. Потому что другая обстановка, другая пища. Такое отношение к ним, чтобы они не впали в отчаяние. И рассказываем о Боге. Тогда жизнь наполненная, радостная у тебя будет. Я для Бога живу. Не просто сам по себе. И он обо мне заботится. На меня сколько было покушений, сколько разных угроз. Как будто никогда ничего не было. Которые больше всего угрожали. Вдруг сообщают убитый. Я судился с ними, когда на меня нападали комиссиями целыми. На детский лагерь. Закрыть. Ну а я потребовал сатисфакции, то есть удовлетворения. Они отказались. Я подал в суд, они все суды проиграли. У меня этого нет ничего. Мальчики спят с девочками. А у нас где девочки находятся помещения, мальчики не имеют права даже мимо проходить. А там отдельное место. Ну и ничего на суде-то не доказали. Они по себе равняют. А там живут в курятниках. Я сам строить должен был. А судья говорит, какие курятники? Регистрация. Краевое дело юстиции. Показывает лагерь в честь Климента Анкирского. И все сели. Станэпидемстанция нас душила. Тогда было... По-другому не называлось. Ну все, позади. Хорошо, я тебя понял. Так, если вы пожелаете больше узнать, вы здесь зайдете. Внизу написано «Игнатий Лапкин». Внизу. Это я. И вы можете по скайпу зарядить и выйти на меня. Только чтобы лицо было открытое. Никаких аватаров, ников, чтобы не было. Хорошо. Ну все, пока отходим. Во славу Божию. С Богом. С Богом. Богу слава. Воистину. Слава Иисусу Христу. Воистину. Мы проповедуем о Христе распятом и воскрешенном. Вы пожелали слушать? Как вы? Как вы, он спрашивает. Как вы? Как вы. Как вы. Но если вы расположены, мы уделим время. Я попрошу брата Владимира, чтобы он... Нет, вы говорите. Хранит вас Бог. Хранит вас Бог. Да. Мы проповедуем о Христе распятом и воскрешенном, что будет суд Божий. И грешники попадут в ад, а праведники в рай. У вас в Коране так же написано. Надо жить праведно. Я мусульманин. Вы не мусульманин? Нет. О, ну я ошибся тогда, простите. Нет, все нормально. Ну да. Мы православные люди. И открыто людям говорим, что живут неправильно. Надо верить в Бога. Верить и поклоняться Богу. И верой принять Христа. И жить для Бога. И тогда жизнь будет другая. Господь благословит тебя на героические подвиги, на помощь ближнему. А не верю, это никакого смысла не имеет. Только блуд. А когда нет ничего, под старость кряхтят, лезут. Не знают, куда их деть, этих стариков. А старик-то наоборот. Смотришь у других народов. Аксакал. Они их уважают. Они совет держат. А у нас кому они нужны? Пропойцы изблудившиеся. Поэтому и пенсия такая у них. Поэтому и стонут везде. Да, все печально, все печально. Вот у нас большие ресурсы. Ютуб. Называется «В открытым оком во свете Библии». Вот посмотрите. Там 13 800 роликов. И у нас тут есть сайт и форум. Если эти слова подставите, сайт и форум впереди, они откроются. А внизу мое имя и фамилия. Если вы пожелаете по скайпу найти меня, найдете. Хорошо. Только что были без очков, а так открыто. И внизу напишите, что мы с вами встречались вот в этой преисподней. В чат-рулетке. В рулетках. Ну, с Богом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok